Добрый вечер, дорогие зрители на Кляге-Мауэр ТФ. В прошедшей неделе в СМИ всё снова сообщалось о демонстрациях Венесуэли. Вчера, 6 мая 2014 года, радио СРФ1 сообщило, что Организация по правам человека Human Rights Watch упрекает правительство Венесуэлы в нарушение прав человека против демонстрантов оппозиции. Как это уже было в сообщениях западных СМИ, о Киеве и о Майдане, так и в сообщениях о Венесуэле преимущественно сообщается об оппозиции. Чтобы как зрелому гражданину создать себе собственное мнение, всегда нужны и голоса против. Поэтому мы сегодня к положению в Венесуэле даём слово бывшему швейцарскому послу Вальтеру Зутеру. Он многие годы представлял Швейцарию и Венесуэле, и сегодня ещё поддерживает тесные контакты с Латинской Америкой. Зутер называет сообщения о происходящем в Венесуэле односторонними и некорректными. В содержательной дискуссии с корреспондентом газеты «Тагезанцайгерс», одной из самых больших ежедневных газет в Швейцарии, и также в одном содержательном интервью с немайнстрим-конформной еженедельной газетой «Цайтфраген», он указывает на поражающее сходство с Киевом и Майданом. Когда был поставлен вопрос о нарушениях прав человека, Зутер сказал, если эти сообщения правильны, они, естественно, подлежат осуждению. Но, как уже было сказано, прокуратура разоблачила превышение полномочий власти и поэтому открыла судебные процессы против полицейских, как это и должно быть в правовом государстве. Между прочим, насильственными являются прежде всего многие акты протестующих студентов, что многократно доказано кадрами видеокамер, маскированные, нападающие на общественные здания, а также на медицинские центры, срубающие тысячи деревьев, чтобы соорудить баройкады и нарушить движение общественного транспорта, все это не имеет ничего общего с мирными демократическими протестами. Дальше Зутер сказал, ясно, что оппозиция получила поддержку из США. СМИ во всем мире сообщали о нарушениях прав человека. Фактом является, что из 35 убитых, которые погибли на демонстрациях на протяжении пяти недель, в большинстве доказуемо являлись сторонниками правительства. На вопрос, участвовали ли в этом и снайперы, Зутер ответил, да, это были так называемые наемники, имевшие задание убивать. Они сначала сознательно стреляли в оппозицию, а потом, чтобы подогреть атмосферу и в силы безопасности. Такое происходило уже и в 2002 году. В конце интервью Зутеру был задан интересный вопрос. Почему венесуэльский президент Николас Мадуро выслал американских дипломатов? Ответом Зутера на это было, потому что сотрудники посольства были уличены в том, что они имели регулярный контакт с готовыми к насилию организаторами оппозиции, которые были виновны в насильственных столкновениях. Всем известно, что неправительственные организации, призванные укреплять демократию, вмешиваются в эти процессы, управляемые National Endowment for Democracy, NET. Это американский фонд с выдаваемой целью всемирного укрепления демократии. Здесь, в конечном счете, через ЦРУ обговариваются средства и передаются группам, которые хотят подорвать государственную власть. В этом они были разобличены и потому высланы. Эти личности были названы по именам, и их смогли обвинить в этих действиях. Это ясное высказывание бывшего посла. Дорогие зрители, идет ли речь о демонстрациях так называемой «арабской весны», либо о тех, что на Майдане в Киеве, или о беспорядках в Венесуэле, о которой говорил бывший посол Вальтер Зутер, примечательно ошеломляющая схожесть образца, по которому они протекают. Это должно оставаться в сознании, если где-нибудь в мире проходят демонстрации против правительств, которые упрекают нарушение прав человека по отношению к демонстрантам. Это может помочь быть в силах самому все яснее распознавать красную нить в происходящих в мире событиях. Доброго вечера!